Субтитры создавал DimaTorzok Шведов слушает. Товарищ майор, это майор Крутиков, СИЗО. Что-то случилось с Забилиным? Пошел себе. Как ты? Вроде ничего. Поднимайся. Только тише, за дверью конвойной. Помоги мне. Чего? Помоги мне. Антон, у нас мало времени. Отойди. Отойди, отойди. Так точно. Ваша супруга сообщила. Причем здесь моя супруга? Ему стало плохо, прямо на свидании. А с кем у него было свидание? Я никому не подписывал разрешение. Так с вашей женой. Со Шведовой? Ну да. Так это утром было. Правильно. А вечером позвонил генерал Королев. Я не мог отказать ему. Как сказки про Гуратино. Золотой ключ есть? Ничего себе. Я потеряла ключ. Вот так. Так, где сейчас Забилина? В больницу повезли. В больницу? А что с ним? Сердце. Подозрение на инфаркт. Вы что, специалист в кардиологии? Почему я? Тюремный врач и Вера Сергеевна. Шведова. Так точно. Тюремный врач хотел Забилина в лазарет забрать. А ваша супруга сказала, не стоит вешать такую ответственность на тюремного врача. Встанет у него сердце и все. Так они вместе подписали заключение. Отправили его в больницу. С конвоем, конечно. А сейчас его в кардиологию, да? Отправили. Конечно. На обследование. Ах, Вера, Вера. Простите, товарищ майор. Не расслышал? Ничего не важно. Сообщите конвою, что это симуляция. Возможно, побег. Если уже не сберем. Есть. Алло. Баранов, ты Забилиным? Так точно. Быстро его в СИЗО. Моя машина во дворе. Чтобы отвлекала. Выйдем через черный вход. Там мы разойдемся. Поймаем такси каждый себе. Встречаемся на шоссе у моста. Там рядом с дачей пансионат. Он пустой. Вера Сергеевна. Вера Сергеевна. Вера Сергеевна. Вера Сергеевна, спасали. Откройте дверь. Так, Забилин. Забилин, я тут дверь вылуплю. Ломаю дверь. Забилин. Сергей Петрович, я предупредил конвой о возможной попытке побега. Сейчас еду в больницу, но кажется, мы опоздали. Объявляйте перехват. Я хотел, но Вера. Объявляйте перехват, я сказал. Веселый таксист. А вот другой случай. Значит, девушка стоит на мосту. Прыгнуть хочет. Сигануть с моста с этого. Тут бомж к ней подходит, говорит. Ты чё, решила прямо сейчас уйти в мир иной. А она ему не подходи, не подходи. Прыгну, говорит. Не подходи. А бомж так иронично смотрит на нее и говорит. Ну, прыгай, прыгай, ласточка. Я подожду. Понимаешь, да? Я подожду, говорит. Слушай, можем по дороге в одно место заехать? За ваши деньги. Хоть на Марс. Ну, на Марс не нужно. Ну, далековато. К сестре. Ну, сестра это хорошо. Родная? Троюродная. Седьмая вода на киселе. А ехать куда? Недалеко. Там метров через пятьсот направо. Ага. Петриковская. А, Петриковская. У меня там такая история с одной блондиночкой была. Рассказать обхохочешься. Ну, ладно. Давай, только ненадолго. А то мне еще к Зазнобе надо заехать, а времени в обрез получается. Моя мымра каждую минуту сечет. Да не волнуйся. Одна нога здесь, другая там. Здесь? Здесь, да. Странный мальчик. Джесси, плохая собака. Ну, пожалуйста. Сереж. Сереж. Сережа. Сережа. Джейси, не скули. Серёж, а чего ты сидишь в темноте? Серёжа? Я сейчас включу свет, и ты мне улыбнёшься. Серёж... Серёж... Сережа, Сережа, не умирай, не умирай, прошу тебя. Ты же сам говорил, ты сам говоришь, что мы будем жить долго и счастливо и умрём в один день. Услыши, не умирай, не умирай, пожалуйста, я прошу тебя. Ты меня слышишь? Ты слышишь это? Девушка, подозрение на инсульт. Мужчина. Сорок девять лет. Собова двадцать семь. Я его жена. Алло. Это я. Вера, ты где? Ты объявил меня в розыск? С чего ты взяла? Увидела на шоссе, как патруль останавливает машины. План перехват? Я не хотел, но Сергей Петрович настоял. Бедный папа. Я не мог ему не рассказать. Я сегодня впервые в жизни наврала отцу. Попросила его позвонить в СИЗО, чтобы я попрощалась с Антоном. Сказала, боюсь твоей ревности. Я дрянь. Вера, остановись. Прости. Ты не виновата. Игорь? Да. Ты его любишь? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Запуталась. Ну, услышь меня, любимая. Он врет тебе. Он убийца. Ты спасаешь убийцу. Я боюсь за тебя. Вера, ты меня слышишь? Вера! 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 Шеф! Багазник открой! Вера! Парень, еще твоя баба подождет, ты сволочь, ни за знопы, ни сна, а от Мымры все равно получу потом. А если трюгут, может, еще не увижу? Ни за что. На китобойное судно зафрактовался. Деньги заработать и себе, и ей. Багажник мне что бросил? А девушка, я такую вещь сейчас. Парень, куда ты? Давай я тебя на место довезу. Да не, брат, я через лесок. КОНЕЦ КОНЕЦ Ты прости, что я тебя ждать заставил. След надо было за пот. Три машины поменял. Ты что, обиделась, что ли? Пошли. КОНЕЦ 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 Да. Где? Да, сейчас буду. Иди сюда. Походу, нет никого. Так. Держи. Спасибо. Спасибо. Ловко. Четырехзвездочный отель. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пельгишка-то накрахмаленная. Опа. Ничего себе. Опа. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК – I'll be back. – Дурак. ЗВОНОК В ДВЕРЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ну, ты даёшь. Муж всё последним узнаёт, да? Куда они собирались после побега? У них спроси. Твоя жена не моя. Значит, о побеге ты не знал? Начальник, ты статью мне не шей. Докторица хотела поговорить с читой. Начала впаривать какую-то байду про какие-то камушки. Пианиста выгоражила. Вера встречалась с читой? О, как всё запущено. Да, видишь, и на жену мента бывает проруха. А чё, пианист красавчик, я её понимаю. Слушай, якут, ты меня не выводи, не надо. Ладно, поехали. В ограблении ювелирного кто ещё принимал участие, кроме тебя и Серова? Слышь, начальник, какой ювелирный, какой ограблении? Ты там был. Ты там перчатку обронил. В результате экспертизы показайте. Экспертиза Данька показала, что она твоя. Перчатка. М-да. Мэй! Мэй! Ха-ха! КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Татьяна Ивановна? Вера? Мне нужно поговорить с папой. У папы инсульт, Вера. Он в коме. Динамики улучшения не наблюдается. Субтитры создавал DimaTorzok Майор Шведов. Игорь, мы в деревне Андреевка. После дачи. Крайний домик. Приезжай. Вера! Крайний домик. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вер! Вер! А я с подарочком пришел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо сиди. А я спеть как раз собирался. Громким голосом. Угу. Руки. На, надень наручники. Ну, давай, пошел вниз. Слушай, дай посидеть. Ноги не слушаются от страха. Сумку открой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открой. А ты реально крепкий орешек. Как ты меня нашел? Что, один пришел? Вы, менты, обычно толпой ходите? Давай, встал, пошел. Меня одного вызвали. Я тебя не вызывал. Ты не звал. Так ты же не один в бега ударился. Врешь, сволочь. Не вру. Может, оно и к лучшему. Мне все равно конец. А Веру я люблю. Раньше надо было думать. Она из-за тебя чуть в болоте не утонула. Так не утонула же. Слушай, давай так решим. Я, я скажу, что это я ее заставил помочь мне сбежать. Грозило ей, что убью ее. Ты же понимаешь, что ее срок светит. Ну, вот и хорошо. У тебя, Ланенька, все получается. Меня посадишь, ее вернешь обратно. Везучий крепкий орех. Шеф, в СИЗО. Два счетчика. Я не арестовать тебя пришел. Я пришел тебя убить. Ну, давай. Это даже лучше, чем живому трупу-то быть. Но самое печальное, что я знаю, что на тебе нет висяка. Мы взяли Якуту, он подтвердил, что майора застрелил Серый. Игорь. Игорь. Он умер на меня. Но я другому отдана и буду век ему верна. Да, Ирунь? Папа в коме. Инсульт. И все из-за меня. Ну, что ты оправдываешься перед ним, идиотка? Он врал тебе все время. Не кричи на меня. Вер, послушай. Вер, я все объясню. Вер, сплошное вранье. Послушай, я думал, что Серый, может, у сестры спрятал. Но я же не знал точно. Ты же мог им рассказать. Чтобы они все забрали? Да хреном, я лучше сдохну! Ты из-за денег готов был, чтобы тебе горло перерезали. А я предала всех из-за тебя. Папу, Игорь. Ненавижу тебя. Да при чем тут эти деньги, а? Ну, не отдал я их, и чего? Ну, ты же не из-за этого мне помогал. Ну, не из-за этого же, а? Ты помогал, потому что любишь. Так, все, хватит. Деньги тебе мешают, да? Стой! Стоять, я сказал! Деньги мешают. Вот они. Ну? Вот они, твои деньги. Теперь ты спокойна, все? Теперь хорошо? Теперь нормально? Ну, все, покуражился. Садись в машину. И ты садись. Я не поеду с вами. Садись. Тебя ищут. Хочешь, чтоб тебя тоже? Лицом на капот? Или вообще застареяли? Хотя бы ради отца. Давай. Вера. Я даже звука твоего голоса не желаю слышать. Убийца. Это ты мужу можешь так своему сказать. Ясно? А мне не смей. Заткни пасть. Игорь, он о чем? Игорь, о чем он? Ни о чем. Игорь. Оставь меня. Ну, тогда я расскажу. Можно? Игорек допрашивал Якута сегодня. И тот ему сказал, что я никого не убивал. Так? Так. А приехал он, знаешь, зачем? Чтобы меня убить. Потому что он понимает, что вышка мне теперь не светит. А он хочет, чтоб я сдох, чтоб тебя вернуть. Игорь, это правда? Это правда? Да, да, это правда! Что же вы со мной делаете-то? А? Вера! Субтитры создавал DimaTorzok и выходит. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь, 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 ты слышишь? Помоги мне! Дай ключ. Дай ключ! Игорь, ну… Ты слышишь меня, Игорь? Игорь, ты слышишь меня, Игорь? Игорь, ты слышишь меня? Игорь? Что я с ним? Сильная травма головы, возможно кровоизлияние. Игорь, Игорь, ты меня слышишь, Игорь? Пожалуйста, ответь. Ты что делаешь? Ничего, ему больше не понадобится. Ему нужна помощь. А больше ему ничего не нужно? Ему нужно срочно в больницу. Ничего, машина какая-нибудь приедет, заберет. Ты видишь, если садину машину? Да мне плевать, ясно тебе? Он хотел убить меня! И убил бы, если б ты не пришла! Я его сейчас вообще могу встретить, как напасть на аспальт! Мент поганый, ясно? Идем, я говорю! Уберите от меня свои руки, лучше машину найди! Ты что, не видишь, он умирает? Отстань от меня! Он мой муж, я не могу его здесь оставить. А если он умрет, как я жить после этого буду? Ты же меня любишь. Я его люблю. И всегда любила. А тебя боготворила за спасение и принялась за любовь! Дура! 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 Кого я вижу? Опять ты, что ли? Вот, что такое парадное. Поехали. Что, если ты меня всю ночь дожидал? Мразь. Какая же она, мразь. Иди ты, спасать я еще его буду. Ага. Идиотка. Ты пускаешь алкоголь в кровь, а он потом ищет приключения на твою задницу. Да ладно, я ненавижу. Я ни в чем не виноват. Ты знаешь, как говорил великий дон Хуанель Мунте? Он говорил, что комары гораздо гуманнее многих женщин. Нет, я не виноват. Они, когда пьют кровь, по крайней мере, перестают жужжать. На этого козла. Чесентон толчащиха разбила. Кого? Слушай, давай помолчим, а? Черт. Черт. Мне назад нужно. Чего? Люди там ждут. Надо забрать. Какие люди? Авария там была, понимаешь? Парень, ты нормальный? Всю дорогу маршрута менять. Вчера, сегодня. Подождут твои люди. Разворачивай. Не горешь я сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...